ну что дорогие друзья вот и дождались мы с вами осенних каникул можно немного передохнуть прогуляться с друзьями покататься на велосипедах самокатах и посидеть с книгой кстати а ведь можно по той же книжки и сценарий написать или придумать свой а потом можно и анимации заняться да ну ведь нужно знать как его этот самый сценарий написать готова подсказать и так дело в том что заняться сценарием это очень полезное дело ведь придумывать записывать текст в любом жанре будь то сказка рассказ или эссе это значит продумать сюжет описать обстоятельства места и времени придумать характеры героев их диалоги кроме того это расширит читательский интерес интеллектуальный багаж само слово сценарий подразумевает постановку того что написано на сцене сценарий это описание всего что увидеть зрителей и первым делом ответьте себе на вопрос ради чего вы это делаете и так начнем с интриги если вы уж твердо решили написать сценарий то для начала придумайте историю и опишите ее в одном-двух предложениях это описание называется лог-лайном она является своего рода аннотации к вашему будущему шедевру отправной точкой всего сценария история станет абсолютно никому не интересной если в ней не будет присутствовать конфликт значит вашем лог-лайне обязательно должны присутствовать такие составляющие главный герой враг главного героя проблема которую должен решить главный герой цель который хочет достичь главный герой преодолев все трудности например помните книгу принц персии пески времени юный принц дастан всегда побеждал врагов в бою но потерял королевство из-за козней коварного царетворца теперь достану предстоит похитить из рук злодеев могущественный магический артефакт способный повернуть время вспять и сделать своего владельца властелином мира помните лог-лайн не должен раскрывать всех карт вашего сценария он должен интриговать чтобы зритель услышав его захотел посмотреть всю историю от начала до конца поэтому потратьте максимум усилий на то чтобы придумать хороший лог-лайн дайте его почитать своим близким друзьям знакомым чтобы проверить цепляет ли такой сюжет потенциального зрителя если да то продолжайте работу над сценарием если не цепляет то поработайте над лог-лайном еще некоторое время накапливайте идеи следующий шаг структура сценария любой сценарий состоит из трех частей начало знакомство с главным героем и его окружением миром в котором он живет середина главный герой сталкивается с трудностями эта часть самая большая и здесь обычно происходит весь экшен и конец главный герой добивается или не добивается своей цели все счастливы или же имеются предпосылки к продолжению первым делом определитесь в каком жанре вы хотите написать ваш сценарий для этого перечитайте лог-лайн и решите для себя что это за история может быть это будет легкая комедия или детектив или фэнтези после того как вы определитесь жанром пропишите соответствуя его законам что должно произойти в каждом из трех частей сценария пока что не обязательно связывать эти события между собой также дайте какое-нибудь рабочее название вашему сценарию персонажи самое главное правило зритель должен верить что они реальны это значит что ваши герои должны быть похожи на настоящих людей те же проблемы те же недостатки те же эмоции каждый персонаж должен быть наделен индивидуальностью он должен сталкиваться с выбором и поступать так как поступил бы обычный человек главный герой не идеален у него должна быть но хоть какая-то человеческая слабость это располагает зрителей к нему потому что он такой же человек как и они и ничто человеческое ему не чуждо не обязательно раскрывает полностью характера героев самом начале намного интереснее если характеры будут раскрываться по ходу сценария по эпизодный план теперь можете расписать каждый эпизод подробнее указывая как поступает тот или иной персонаж вот здесь уже вы можете добавлять поворотные события которые будут связывать основные части вашего сценария поворотные события это что-то что происходит в жизни героя и толкает его на определенные быть может даже не свойственные ему поступки далее пишем и правим теперь можно спокойно перечитать то что вы уже написали и носить правки и коррективы когда вы будете уверены что сценарий дописан отложите его на некоторое время и займитесь чем-нибудь другим считается что сценарий нужно перечитывать не менее шести раз через определенные промежутки времени каждый раз внося правки ну и последнее персонажи начинают жить своей жизнью помните что сценарий пишется в настоящем времени и в нем не должно быть фраз типа он шел по пустынной улице или она положила трубку использование прошедшего или будущего времени допустимо только в диалогах персонажей по ходу работы над сценарием у вас могут кардинально поменяться взгляды на то как должны развиваться события однако старайтесь придерживаться основного плана считается неправильным написать сценарий с того что вы придумали классного персонажа и хотите поместить его в какую-нибудь историю хотя никто не запрещает вам позволить персонажем зажить своей жизнью именно так происходит с сериалами где сами сценаристы не знают чем закончится история которую они пишут завтра я познакомлю вас со сценарием написанным для постановки на школьной сцене и так вперед друзья и 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